жажда поиска интересных идей а также желание удивить зрителя помогает нам создавать уникальный контент так было и во время подготовки к этому выпуску папа джайзера что поехали кошечку с наступлением осени у каждого родителя возникает вопрос куда повезти своего ребенка если не на детскую площадку детских комнат городе очень много но мы выбрали для себя место для настоящих любителей пушистых зверей для тех кому дома их общество недостаточно к примеру полку с настолками здесь отлично дополняет мейн кун все любви хватило всем даже оператором это чехол для штатива уже нет контрабанда котов сколько котов вот в этот чехол 2 котики живут здесь в любви и заботе а некоторые из них даже ищут хозяев себе все монеты с тобой короче пошел у котиков есть специальные спальные места также там они кушают завтракают обедают ужинают возможно полничают и уединяются туда если люди им надоели хотя такое тут происходит очень редко место где в спокойной обстановке можно позаниматься с ребенком это место созданы для настоящих творцов авторов сейчас извините любителей поэзии различных произведений извиняюсь пап я наш самоклассную штуку какую вот стильный интерьер сочетает в себе удобство простоту ну и конечно душевность и пушистость то есть настоящий каворкинг центр для любителей кошек я прям вижу как павел дуров придумывает в подобных условиях стикер вконтакте птица сон много полезных и умных настолов но также есть пэнк и матья ну и конечно главная залипательность этого места это консоль птица самые экстремальные родители могут оставить здесь своих детей на парочку часов и сходить по магазинам я не такой хотя пока ромыч чё пока чао а еще самая главная фишка в том что ничего не надо убирать на свои места поиграл с котом оставил там где он лежал если вы погладили котиков вы же устали а здесь есть меню чтобы подкрепиться к примеру пончик блинчики чизкей а ну вот каша овсяная есть коктейль губернаторский а так это наверное губернатор зовут его просто вот этого кота господин губернатор у меня предложение видимо через госуслуги только кота кафе обязательно для посещения теми у кого нет аллергии на кошек для тех кто любит домашних питомцев для тех кто готов с ними поиграть ну и конечно для тех кто ищет себе в дом друга на всю жизнь играть в майнкрафт спасибо кот александр пушной человек который из любой песни может сделать рок кавер музыкант который придумал сложить буквы п о ж и а в конкурс ведущий галилео которого мы будем помнить всегда однажды женат трижды отец трижды чемпион высшей лиги квн и просто хороший собеседник александр пушной на очереди рубрика по домам рубрика где мы общаемся с самыми известными папами нашего города в этот раз мы планировали также живое интервью пока не узнали что наш редактор отправляется на пресс-конференцию с известным телеведущим и музыкантом александром пушным мы не могли упустить шанс и задали ему несколько вопросов разумеется на тему его отношения с детьми давайте посмотрим что у нас получилось во-первых программа галилео выходит судя по тому что ко мне подходят карапузы пятилетние говорят здрасте я вас знаю ну сейчас с трудом узнают потому что борода вышла в принципе узнают я понимаю что она выходит я не понимаю где она выходит где-то у них в их сознании она где-то в ютюбе ездит то есть мы сняли тысячу выпусков эти тысячи выпусков живут своей жизнью если я даже сейчас мы всей своей командой соберемся и сделаем галилео то он скажет не-не-не верните нам то а то как вернешь там пушной 2007 года а это 2021 они разные понимаете и да и того то уже не догнать он уже убежал поэтому если вы хотите галилео наберите в ютюбе и смотрите еще раз еще раз в ближайшем будущем на стс будет программа которая будет называться название не важно не очень как мне кажется удачно подобрано будет называться купить это немедленно про что про изобретение то есть любой человек который что-то изобрел может прийти к нам в программу представить это изобретение и мы если зрители программы проголосуют за то что это интересно и нужно то он допускается к инвесторам которые могут сразу вложить деньги в этого человека или в это изобретение да и таким образом мы можем видеть как в наших глазах из идеи рождается какой-то бизнес да и этот человек может потом стать знаменитым а мы будем сказать а мы это видели и вы сами можете прийти туда если вы что-то придумали поучаствовать в этом процессе да я рекомендую всем у кого есть желание родить более одного ребенка испытать это ощущение когда два одинаковых человека могут родить трех абсолютно разных людей абсолютно разных я не знаю что как там это все вот этот ну гены эти перемешиваются но один такой другой такой старший это копия моего отца почему-то получилось я не знаю а средний это что-то такое вообще средний ну то есть старший старший при том что он 17 летний он слушает Queen Beatles ACDC любит классику любит одеваться по классике ну то есть вот кто ему это все привел а средний прям э-э-э-э-э такой настоящий все вот эту шнягу слушает современную не слушает все это классику а младшему 5 лет он вообще не понятно чем занимается он весь шел в Майнкрафт и его не видно Есть в Майнкрафте Я, к сожалению, не занимаюсь Воспитанием детей, занимается жена Я занимаюсь экстренными вмешательствами То есть, если вдруг что-то надо, я прибегаю Вот я сегодня рассказывал, что я как отец Отвратительно себя веду, у меня по содержанию Все мягко, а по форме жестко И поэтому я говорю Ну-ка все, а все! Папа, может? Ладно, может Так нельзя делать Надо быть очень жестким по содержанию И мягким по форме, как моя жена Ну, одно время старший ребенок думал Еще когда было Галилео, что когда я уходил на работу Меня показывали у нас по телевизору А соседнего папу показывают В его телевизоре То есть, это так сделано, чтобы видно было, где папа То есть, это как камера наблюдения И он думал, что у соседей уходит папа И соседского папа в соседнем телевизоре показывает Ну, а потом он вырос, ему как-то стало все равно Они, меня, к сожалению, совершенно не фанатеет от меня моя семья Я знаю, что обычно так принято Когда там отец занимается Или там мать занимается кубличной деятельностью Все должны фанатеть в семье Ну, старший сын иногда может лайк мне поставить где-нибудь Ну, уж если совсем, чтобы им покажется прикольно Он поставит лайк Но нет, они к этому не имеют отношения И они же другие совсем Ни разу не пел Я берегу своих детей Колыбельно им не пою Я вообще считаю, что они должны И опять же, как либеральный папа Я считаю, что ребенок не может не спать Поэтому рано или поздно он заснет Рано или поздно он поест Рано или поздно он все это сделает Поэтому не хочет ребенок спать, не надо Он потом уснет сам На ходу Я очень рад, что у нас трое мальчиков Поэтому у нас все это традиционно Я вообще, когда у меня третий мальчик продюсер Думаю, блин, ну как же так Если бы я знал, что у меня будет трое мальчиков Я бы ради прикола всех одинаково назвал Представляете? Причем Александрами Вот у меня старший сын Александр Александрович Средний Александр Александрович И младший Александр Александрович А вы кто? А я креативный продюсер Ну вот, чтобы было что-нибудь типа того Но, к сожалению, прикол не удался У меня есть жесткое ограничение Для детей Это где-то называется Уголовный кодекс Российской Федерации Все, что допускает Уголовный кодекс Все и я допускаю Хочешь играть в КВН? Иди играй в КВН Не запрещено же в Уголовный кодекс играть в КВН? Нет Пока, по крайней мере Да? Поэтому, пожалуйста Все, что касается того, что нельзя делать в Уголовный кодекс То нельзя, жестко И в административном тоже А все, что в кодексах нет, пожалуйста Я абсолютно либеральный папа С этого интервью, пусть не совсем с живым общением Мы начинаем писать новую страницу истории Пападжайзера И в следующих выпусках мы также найдем, чем вас удивить Пап? Да? А ты пойдешь на выборы? Да, конечно, пойду А за кого ты будешь голосовать? За тех, кто обещает и делает То есть не за себя? Что делать, когда на улице дождь Дедушки с бабушками не берут ребенка А обычное лего уже порядком надоело Нас выручают настольные игры И если начиналось все с обычных бродилок с фишечками и кубиками То на данный момент наша коллекция насчитывает более 10 разных настольных игр И сегодня я расскажу про топ-3 любимых настольных игр Ромыча Третье место настольная игра живые истории Яркая, добрая игра, которая развивает фантазию и помогает отлично провести вечер всей семьей Эта игра представляет собой книгу истории, в которой пишите вы сами Все герои этой книги животные Они путешествуют из сказки в сказку и с легкостью меняют роли В течение раундов для каждой карты истории, кроме первой и последней Игрокам предстоит всем вместе выбрать самого подходящего персонажа Каждый игрок получает по одному очку за каждый голос, отданный за его карту Побеждает тот игрок, который по ходу всей истории получит большее количество баллов Существует несколько режимов игры, которая подойдет как для большой компании Так и для игр с самыми юными фанатами настолок Очень добрая и красочная игра, которая может заменить вечернее прочтение книги Второе место настольная игра волшебник из Умрудного города Это по-настоящему атмосферная игра, в которой игроки увидят уже полюбившиеся иллюстрации Леонида Владимирского Которые нам знакомы из книг Играть в эту настолку увлекательно и азартно Простые правила не потребуют много времени на изучение А неожиданные задания будут забавным способом сблизиться родным В игре Волшебник из Умрудного города за вами гонится ведьма Бастинда Задача Элли и ее друзей добраться до из Умрудного города и не быть пойманными злой колдуньей Чтобы двигаться по игровому полю, нужно колдовать Для этого вам понадобится кубик, дополнительное поле и фишки магии Кубик подскажет, какой вид колдовства вам предстоит попробовать В случае, если фишка упадет за рамки поля, игрок выполняет задание Чтобы победить, нужно помочь друзьям добраться к великому Будвину Настольная игра Волшебник из Умрудного города Игра, способная сплотить семью, развить командный дух и скоротать вечера Бесспорное первое место – настольная игра Монополия Монополия – известнейшая рейтинговая настольная игра, относящаяся к типу экономических Существует огромное количество модификаций столь популярного развлечения Одной из которых является Монополия с банковскими картами В отличие от оригинала, в этой версии нет наличных денег, только банковский аппарат Несложное правило, просторное игровое поле и привлекательная цель – обзавестись миллионами и уничтожать конкурентов на пути Однако теперь в банковской Монополии используется терминал для безналичной оплаты При владении картой даже ребенок почувствует себя настоящим магнатом Он готов на риски для дальнейшего получения прибыли Нет в мире человека, который ни разу бы не слышал про Монополию И вот что интересно, начинать любить ее можно именно с Монополии с банковскими картами Бонус! Вне рейтинга топа, да что там таить и рейтинга возраста Настольная игра «Зомби в доме» Настольная игра «Зомби в доме» – развлечение, которое не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей Задача игры – спасти себя и друзей в доме от нашествия страшных монстров Разработчики рекомендуют играть детям от 12 лет Потому что именно тогда ребенок начинает продумывать стратегию и думать на несколько шагов вперед По легенде игры, в автомобиле, который так не вовремя сломался, находилось пятеро участников Каждый из них наделен свойствами, поэтому выбирать себе персонажа следует внимательно Встреча с монстрами и другой нечистью подкралась незаметно Но, к счастью, дом полон полезных вещей Основной задачей настолки является спасение от неприметного, но полного неожиданностей и страхов дома Который, к тому же, кишит зомби Нужно ходить по дому, искать необходимые предметы, а также сражаться с монстрами Игрок, который терпит поражение в схватке с зомби, сам становится монстром и устраивает козни другим игрокам Очень захватывающая игра При этом не настолько страшная, чтобы потом ребенок не смог уснуть Это были все сюжеты на сегодня Приглашайте в гости, а также предлагайте идеи для следующих рубрик Ну а с вами мы увидимся не только на экранах ТВ, но и на экране твоего гаджета Пап, а какие тебе девочки нравятся? Мне, кроме мамы, никто не нравится Он прошел проверку, мам